Продолжение следует... На Ямале ищут пропавшего туриста. Лев Бушуев должен был выехать из набережных Челнов и проследовать по маршруту Республика Татарстан, Республика Коми, Ямал. Последний раз мужчина выходил на связь 3 ноября. С тех пор о его местоположении ничего не известно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». При себе Лев Бушуев имел туристический рюкзак и лыжи. Его рост около 180 см, седые волосы и зеленые глаза. Во что был одет путешественник, неизвестно. Если что-то известно о его судьбе, поисковики просят сообщить по телефону 112 или 8 800 754 52. В Надыме местная жительница стала жертвой коммунальной аварии. Женщина получила тяжелые ожоги в результате прорыва на сетях теплоснабжения. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, авария произошла в 46-м доме по улице Зверева. Из-за прорыва сетей образовался провал грунта. Жительница дома убирала со двора декоративные конструкции и случайно провалилась в яму. В результате женщина получила ожоги 40% тела. Прокуратура начала проверку. Ведомство даст оценку деятельности управляющей компании и ресурсоснабжающей организации, а также выяснит, почему не были приняты своевременные меры по устранению аварии. Стали известны подробности аварии, которая случилась вечером 23 ноября. Напомню, на пересечении улиц Энтузиастов и Ямальской столкнулись с Кией и Мерседес-Бенц. По информации городского отдела ГИБДД, водитель последнего, поворачивая на перекрестке налево, не уступил другой иномарке, которая в тот момент ехала прямо. К счастью, люди в аварии не пострадали, чего не скажешь об автомобилях. Кстати, по данным полицейских, водитель немецкой иномарки был пьян. Это показало метасвидетельствование. Причем мужчина уже был лишен прав. В отношении него собраны материалы дела по уголовной статье за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. В соседней Югре следователи возбудили уголовное дело после смерти полуторагодовалой девочки. По данным ведомства, ребенок умер в больнице после того, как обварился кипятком. Трагедия произошла 15 ноября. В тот день ребенок находился дома на кухне под присмотром мамы. Пока женщина мыла посуду, девочка случайно опрокинула на себя чайник с кипятком. Девочку экстренно госпитализировали с многочисленными ожогами. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не удалось. Известно, что семья благополучная. Следователи завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Напомню, стать мобильным репортером в рубрике «Ноябрьск. Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала.